В начале выпуска о главном событии этой недели – визите в Белгородскую область председателя правительства России Дмитрия Медведева. Накануне он провел рабочую поездку по старооскольской территории, принял участие в открытии крупнейшей в Европе фабрики окомкования и обсудил с губернатором Евгением Савченко экономическое и социальное развитие региона. Ключевые темы поездки отразили ведущие ленты новостей. Дмитрий Медведев оценил опыт белгородцев в жилищном строительстве, пишет информационное агентство «Регнум». «Я считаю, что у вашего региона другим регионам нужно поучиться», – отметил премьер в беседе с Евгением Савченко. И Тартас цитирует премьер-министра с церемонии открытия фабрики на Столинском ГОКе. «Новая фабрика по производительности станет лучшей в горно-металлургическом комплексе страны». Сайт НТВ приводит еще одну цитату Дмитрия Медведева. «Открытие такого объекта – это свидетельство того, что даже в непростой экономической ситуации мы в стране продолжаем строить заводы и фабрики, открывать новое производство и, что самое главное, создавать новые, причем высокоэффективные рабочие места». Сайт РБК, в свою очередь, дает информацию о создании в последнее время в Белгородской области 9 тысяч новых рабочих мест и приводит слова губернатора на встрече с премьер-министром о том, что в Белгородской области не хватает рабочей силы, приходится приглашать из других регионов. Инвестиционная привлекательность территории, выполнение социальных программ и стабильный рост экономики региона. Все подробности визита главы российского правительства Дмитрия Медведева в Белгородскую область в специальном репортаже выпуска. «Раньше были кнопки, как кнопки, а теперь все на планшетах. Ну чего, давайте вместе». Инновационному производству инновационный старт. Фабрику окомкования почетные гости запустили с помощью планшета. На экране главный цех передового комплекса, а так он выглядит вживую. Именно здесь производят главный продукт Столинского ГОКа – окатыши, которые на 65% состоят из железа. «Они обладают большой прочностью, и их можно транспортировать на дальние расстояния. И также в них выше содержание железа, чем в агломерате. Этот продукт позволит практически на 100% обеспечить своим сырьем Новолипецкий метеорологический комбинат». 780 тонн железородного сырья в час. Такую производительность обеспечивает крупнейшая в Европе обжиговая машина. При температуре под 1300 градусов из железородного концентрата удаляется практически вся влага, что избавляет от необходимости впустую перевозить тонны воды. Это позволяет значительно снизить себестоимость производства стали. Премьер-министр оценил инновационность предприятия. «Мы рассчитываем на то, что здесь будет и другая производительность труда. Это такой ориентир для всей промышленности, для металлургов и вообще для нашей экономики». Фабрика «Окамкование» – один из самых масштабных инвестиционных проектов последних лет, реализованных на территории Белгородской области, да и во всей металлургической отрасли страны. Лишнее подтверждение тому, что в наш регион вкладывать капиталы надежно и эффективно. «Наверное, это событие номер один в текущем году в горно-металлургической отрасли. Вот фабрики «Окамкование», которая построена всего-то за два с небольшим года, в рекордно короткие сроки и десятки миллиардов рублей инвестиций». Точнее, 34 миллиарда. На каждом из 70 объектов фабрики, занимающей 22 гектара, применены самые современные технологии. Всеми процессами можно управлять с одного центрального пульта. При этом предприятие уникально по экологическим параметрам. Оно безотходно. Даже пыль здесь возвращается в технологический процесс. А высокоэффективная система газоочистки улавливает 98% выбросов. Фабрика «Окамкование» уже названа горячим сердцем Столинского ГОКа. Такое нет ни в России, ни в странах СНГ. Пока здесь идут пусконаладочные работы, но уже к концу зимы планируется выйти на проектную мощность. А это 6 миллионов тонн окатышей в год. На новой фабрике будут трудиться почти 300 человек. Некоторые из них смогли пообщаться с премьер-министром лично. Прямо с порога Дмитрий Медведев поинтересовался, как живет истроскольцем. Как в городе обстановка? Город развивается. Развивается? Все нормально в городе? Да, хорошо. Здесь-то все точно хорошо. Потому как новый комбинат, новые рабочие места. Как у вас горки с жильем? Всех по-разному. А есть программа какая-то? Индивидуальные участки, они строятся. Вопрос развития индивидуального жилищного строительства в регионе получил продолжение чуть позже. Уже в ходе личной встречи премьер-министра с губернатором Евгением Савченко. По поводу индивидуального жилищного строительства, я считаю, что вашего региона, многим другим регионам нужно поучиться. Ваша область достигла очень хороших успехов. Это 80% в структуре вводимого жилья. Надо эту программу продолжать и делиться этим опытом с другими регионами. Белгородская программа развития ИЖС стартовала в 2003 году. Жители городов и поселков получили возможность взять в собственность земельный участок под строительство дома по льготной символической цене. Главное условие – построить себе жилье. За время работы программы в обеспечении микрорайонов ИЖС инфраструктурой вложено более 15,5 миллиардов рублей. А около 50 тысяч белгородских семей смогли улучшить свои жилищные условия. В текущем году мы выиграли грант свыше 500 миллионов рублей на строительство дорог в местах индивидуальной застройки. И сейчас шикарную дорогу, около 10 километров мы сдали. И сегодня это дополнительный импульс для индивидуального жилищного строительства. А это, как известно, наш приоритет. В ходе беседы зашла речь и о федеральных целевых программах, в которых участвует область. В том числе и по строительству детских садов и школ. Весной этого года на улице Есенина в Белгороде началось строительство общеобразовательной школы на тысячу мест. Объект обошелся бюджетом всех уровней в 750 миллионов рублей. 70% суммы – вклад федеральной казны в рамках общероссийской программы по ликвидации вторых смен. Создание нового производства, эффективного и экологичного. Привлечение инвестиций, повышение уровня жизни тружеников и реализация социальных программ. Белгородская область в день визита держала ответ по всем направлениям. И не только выдержала экзамен, но в чем-то задала планку для других регионов. Наталья Войтенко, Елена Труфанова, Дмитрий Коваленко, Евгений Цапков, Эдуард Горелов. Новости Мира Белогория.